Добрый вечер, мои дорогие! Итак, ответы даю на те вопросы, на которые вы засыпали, засыпали в комментариях в YouTube. Поехали! Центральный банк Российской Федерации. Ответы на те вопросы, которые были заданы мною много лет назад, в том самом, в 2020 году. Итак, значит, вопрос был задан таков. Я попросила Центральный банк Российской Федерации ответить на вопрос, что такое 810 РУР, СУР, 643, и дать разность определений. Итак, ответ вас достаточно удивит. Поехали! Надпись билета Банка России, наносимая на российские денежные знаки, отражает исключительные полномочия Банка России по осуществлению денежной эмиссии. Денежная эмиссия – это выпуск ценных бумаг, которыми он наделен в соответствии со статьей 75 Конституции Российской Федерации. Это только надпись билетов, наносимая. Теперь дальше. А тут развезтость событий. Итак, поехали! Значит, постановлением гостандарта от 25-го, 12-го, 2000-го года за номером 405 Объектами классификации являются денежные единицы, валюты, и стран, и территорий. С 1 января 2004 года для валюты Российской Федерации с ОКВ установлены наименование «Российский рубль», цифровой код 643, буквенный код РУП. Это мы имеем на сегодняшний день. А вот дальше идёт в соответствии с нормативными актами Банка России символ 810 в качестве признака рубля используется при нумерации лицевых счетов кредитных и некредитных организаций, которые открывают своим клиентам. Так, 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 интересно. А теперь опускаемся ниже, читаем. «Рубль» в скобочках. «Российский рубль» – денежная единица Российской Федерации, статья 75 Конституции. «Понятие признак рубля» и «рубль» не являются дождественными. Вот это поворот событий, да, хотите сказать. То есть получается 810 РУР и 643 РУП, они не являются дождественными, они ни одно и то же, что вам прогружают. Это совершенно разные валюты. Это только то, что я нашла, часть. Так, теперь переходим к самому интересному. Я долго искала, и в одном из роликов, который был выпущен ранее, под названием «Как проехать в транспорте безоплатно», вот тут как раз-таки все ответы. Итак, федеральный закон. Ну, мы вернемся к транспорту попозже. Итак, федеральный закон от 6 июля 1996 года за номер 87. О чем он гласит? А очень просто. Он гласит о следующем. О том, что единица номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации имеет наименование «долговой рубль», в скобочках «дор», является условной денежной единицей и выражается в валюте Российской Федерации через долговую стоимость, устанавливаемую для единицы номинала целевого долгового обязательства в порядке, определяемым настоящим федеральным законом. Вот это поворот событий. То есть в кармане у нас у всех долговой рубль, чтобы вы понимали. Далее я тут зафиксировала в голове у себя статьи. За базовую стоимость необходимого социального набора принимается его стоимостная оценка в валюте СССР, определенная, исходя из цен, государственной и кооперативной розничной торговли и тарифов 1990 года в целом по РСФСР. А базовая стоимость необходимого социального набора устанавливается федеральным законом. Так, дальше. Что же у нас там за базовый набор? Заинтриговали прям вообще интриганты. Идем дальше. Десятая статья, сейчас вспомню. Десятая статья. Величина государственного внутреннего долга РФ по гарантированным сбережениям граждан, определенным федеральным законом о восстановлении и защите сбережений граждан РФ выражается в долговых рублях. Вот так и интересный поворот. А теперь самое интересное то, что вы ждали. Подписанный, да, в Кремле в 1996 году, а теперь необходимый социальный набор на душу населения в год. Опа! Те продукты, про которые я говорила. Пожалуйста, хлеб ржаной, пшеничный, мука, рис, вермишель, картофель. Я через одно читаю. Морковь, лук, яблоки, мясо свининой куры, рыба-мороженое за исключением великотесты, молоко, сметана, творог, маргарин, растительное, непродовольственные услуги, мыло, стиральный порошок, туалетное, мыло туалетное, электроэнергия, кварплата, отопление, холодное водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, городской транспорт. Все оплачено. Метро, трамвай, троллейбус. Пожалуйста, пользуйтесь. И если кто-то скажет, это незаконно, ты опять выдумываешь, как это забрать. Пожалуйста, у нас есть на это решение суда. Сейчас я вам скажу. Город Чебоксар, Чувашской республики. От 22 февраля 2018 года. Пожалуйста. Здесь все читаете, изучаете. Что здесь все у нас цифровой и буквенные коды 810 РУР использовались в УКВ для российского рубля до 1.01.2004 года. То есть, если вы внимательно будете изучать эти документы, вы все состыкуете и поймете. А ролики, которые выпущены женщиной Алисей, вам во благо. Пользуйтесь. Целую всех. Обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok